Да и какие великие директора же были, Валентович, Шкулов, Прилепский. Здорово, Берсту здорово. Вы считаете, что не было бы такого города, если бы не Бэмс? Нет, если бы не Бэмс, Вега и Химзавод. Но это же все же они строили. И государство даже все давало деньги Бэмсу на строительство, а не город уже давали. Единственное, что, как я считал всегда, и сейчас в этом уверен, что нельзя было разрозненно так все делать. Что больницу Бэмс строят, больницу радиозавод, больницу химзавод. Надо было все это как-то... Ну, министерства разные, а не каждый старался отчитаться, что вот у меня больницы свои там и прочее, прочее, прочее. Поэтому получилось, что я вот когда поработал замглавного врача, я понял, как тяжело работать в медицине в городе Берске. Какие лишние затраты по перевозкам. Это же страшное дело. Вот никто... И когда вот еще возмущались, когда церковь начали строить здесь, вот и площадь эту оставляли для главной больницы Берска. Всего. Здания везде ветхие. Значит, на ремонт денег там больше надо, чем построить новое. Вот место было бы. И почему не добились, чтобы не строили здесь эту церковь, я не знаю. Новый мэр пришел, посмотрел, как работал. Ну, проездил он по этим, по всем больницам Берске. Увидел церковь и возмутился же. Он тоже умный человек. Сказал, зачем вы здесь? Здесь же это место для центральной больницы Берска. Надо сюда все новые здания строить и все это там прекратить и организовать все по пути. Нет, почему-то это... Может быть, главный врач не сильно боролся. Ах!